Привет! Сегодня я вам покажу несколько тростей с разными рисунками, которые можно использовать для создания лепестков для цветов. И нам понадобятся разные цвета глины. Я выбрала какие-то. Какие-то буду использовать, какие-то нет. Посмотрим, как получится. Естественно, скалка или паста-машина. Я буду использовать в основном паста-машину, для того, чтобы процесс происходил быстрее. Пару лезвий я взяла. Обычные эфимовские лезвия. Одно, которое жесткое, и второе гибкое. Гибкое должно быть желательно, обязательно, для того, чтобы резать колбаски очень четко. И все срезы были ровные, красивые и аккуратные. И нам понадобится еще, возможно, инструмент в виде зубочистки, либо вот такого вот шила. Приступим! Для колбаски я выбрала цвет вот такой белый и маджентовый. На самом деле, он даже не просто белый, а имеет еще такое свойство, как полупрозрачный. Я делаю из него треугольничек, и из цветного тоже делаю треугольничек. Цветного я взяла немножко меньше, потому что белый цвет очень сильно поглощает цветной. А я хочу, чтобы белого все же немножко осталось. Вы уже смотрите сами, как вы хотите, чтобы смотрелся ваш рисунок. Соединяю два кусочка, подравниваю в нечто наподобие прямоугольничка. Здесь особо стараться не нужно. И теперь я делаю плавный переход цвета. Плавный переход цвета можно делать вручную, раскатывая вот таким образом и складывая в одном направлении наши пласты. Либо можно сделать очень быстро при помощи пастомашинки. И я делаю сейчас при помощи пастомашинки быстрый переход цвета. Для того, как мы сделали плавный переход цвета, я делаю вот такую вот ровную полоску. С этой стороны не важно, как у нас будет. Главное, чтобы она по ширине была одинаковая. И вот в таком состоянии я ее вытягиваю в длину. Это тоже можно сделать либо вручную, либо быстренько на пастомашинке. Сейчас получаем длинную ленту, вот такую. И теперь нам нужно ее скрутить в бочонок. Здесь вы можете выбрать два варианта. Либо внутри у вас будет розовый цвет, сверху белый. Либо наоборот, сверху белый, внутри розовый. Я хочу сделать внутри белый, сверху розовый. И я начинаю закручивать нашу трость. Вот таким вот образом. Конечно, лучше, чтобы полосочка была одинаковой ширины. Но если немножечко где-то вы видите, что она у вас шире, то глина прекрасно сминается. Поэтому вы можете ее поправить в любую секунду. Вот такой бочонок у меня получился. И теперь я его утоньшаю. То есть, как любую колбаску, начинаем мы вытягивать с серединки и немножечко к краям ведем. Растягиваем равномерно, чтобы у нас ничего не вылазило. И цилиндрик был одинаковый по толщине. Растягиваю где-то до сантиметра. В диаметре. Вот такая вот колбаска у меня получилась. Теперь данную колбаску я беру скалочку и сверху слегка прижимаю. Мне необходимо ее сделать более плоской. То есть, вот таким образом я по ней прохожусь. То есть, вот она вот стала вот такой вот, немного приплюснутой. Стараемся, чтобы она была у нас одинаковая по толщине и по ширине. Вот такая вот колбаска. Здесь уже не нужно использовать пастомашинку. Лучше сделать это вручную, чтобы она не слишком сильно у вас ужалась. Срезаем кончики. И теперь данную колбаску делим на равные части. Это с помощью линейки подложила. И у меня 15 сантиметров. Я поделю нашу колбаску на 5 частей. По 3 сантиметра каждую. Можно поделить на большее, на меньшее количество частей. В зависимости от того, как вам нравится. Разделили. Использую в основном гибкое лезвие, потому что оно более острое. И складываю теперь стопочкой полученные срезики. Вот что у меня получилось. И теперь немножко ужимаю. То есть вот так же, как у меня стопочка стоит, я ее так же и ужимаю. Чтобы она у меня немножко еще в длину растянулась. Прижимаем. Сначала пальчиками, потом можно немножечко помогать себе с помощью скалочки. Где-то растягиваем раза в два. Для создания колбас берите глину примерно одинаковой твердости. Если какая-то глина у вас более мягкая, то вы ее всегда можете предварительно подсушить немножко, зажав между листами бумаги. Лучше, конечно, колбаски делать из более твердых сортов глин. Тогда они будут лучше получаться. И разрезаю полученную колбаску пополам. Вот что у меня получается. Соединяю. И теперь уже формирую лепесток. Будем делать круглые, допустим, срезы. Опять вытягиваю, ужимаю. То есть вот у меня вытянулся. И теперь мне необходимо сделать, чтобы у меня это были прожилки. Поэтому я сверху немножечко вот так вот как бы защипываю. Аккуратно. И снизу. Не резко, а аккуратненько мы все это делаем. Как бы формируя вот такой вот лепесточек. Беря более контрастные цвета, вы получите более такие четкие полосы. Я взяла полупрозрачный и маджентовый цвет. В принципе, когда мы будем делать лепестки из этого кейна, то у нас будет получаться, думаю, достаточно интересно. Так. Скатываем колбаску и растягиваем. И когда колбаска достаточно уже вытянута, мы можем ее даже покатать. Теперь уже ничего у нас не собьется в рисунке. Вытягиваю где-нибудь до 8-10 миллиметров. Можно делать, конечно, лепестки еще меньше. Пожалуйста. И полученную колбаску, для того, чтобы видеть четкий срез, я разрезаю пополам. Вот такой вот срез у меня получается. Здесь вы можете его немножечко, допустим, защипнуть с двух краев. И тогда лепесточек получится вот такой формы. Либо оставить его вот в круглой форме. Это первая трость, довольно простая и получается интересный вот такой полосатенький узорчик. Довольно часто используется для цветков. Следующая трость. Для нее я взяла цвет вот такой вот бежевый или шампань он называется. И вот такой вот синенький цвет. Они тоже по твердости примерно одинаковые. Как вы видите, бежевый я опять взяла чуть больше, чем синего. Делаю теперь прямоугольничек. То есть не обязательно складывать треугольниками. Можно складывать следующим образом. Делаем из бежевого цвета пластинку и из синего цвета пластинку. С одной стороны его чуть-чуть утончаем. И слегка накладываем один цвет на другой. Делаем так, чтобы по ширине и по высоте эти два слоя были одинаковые. И опять теперь можно сделать плавный переход цвета с помощью скалки. Или как я сейчас буду делать с помощью паста машины. То есть раскатываем, складываем, раскатываем, скатываем. И у нас получается здесь размытая граница. Я сейчас это сделаю операцию на паста машинки, потому что это намного быстрее. Сделали пласт с переходом цвета. И опять его складываем в полосочку, как в предыдущем случае. То, что здесь вот меньше, а тут больше глины, ничего страшного. Потому что, когда вы вытягиваете в длину, вы все же следите за тем, чтобы у вас по ширине полоска была одинаковая. И я вытягиваю эту полосу в длинную-длинную ленту. Лента получена. И теперь опять решаем, какой цвет будет внутри, какой будет снаружи. Я хочу внутри сделать бежевый, а снаружи голубой. И начинаю закручивать. Кончик хорошенько прижимаем, чтобы не было никаких дырок и зазоров. И скручиваем. Вот таким образом. Опять же в бочонок. Хоп! Скрутили. Немножко подкатали. Не делайте, чтобы бочонок сейчас был слишком такой высокий. Лучше его чуть-чуть вот так вот прямо пальчиками ужать, чтобы он был пониже. И теперь опять же берем лезвие. Разрезаем наш бочонок. Можно на 4 части, можно на 6, на 8. Я разрежу на 4. Вот такие вот кусочка. Теперь каждый кусочек мы берем в руками и вот так вот немножечко сжимаем с боков. Можно даже положить на рабочую поверхность и вот так вот сжать пальчиками. Он заодно вытягивается и прижимается. Получается вот из такого вот такая вот штучка. И точно так же я сейчас сжимаю все остальные. Главное следить, чтобы верхушка была вот такой бежевой в моем случае, низушка была синий. И между ними как раз переход цвета. Ужала все четвертинки. Смотрю, чтобы по длине они были примерно одинаковые. И теперь начинаю складывать. Складываю следующим образом. Синими основаниями вниз, бежевыми вверх. То есть вот таким вот образом. И теперь начинаю сжимать. Ставлю вот так вот, допустим, на синюю сторону и прижимаю их. Когда вы сжимаете, старайтесь, чтобы все было аккуратно и неспешно. Тогда у вас обязательно получится красивый рисунок. Если же вы будете слишком быстро торопиться, сжать, если у вас тем более руки сильно греются, то все это может поплыть и рисунок тоже поплывет. Поэтому лучше делать медленно и качественно. Вот так. Сжали, растянули где-то в два раза. У нас получается такой прямоугольничек уже. То есть чуть-чуть я его подравниваю со всех сторон и аккуратно пальчиками прохожусь. Полученную трость я разрезаю пополам. И теперь вот этими основаниями опять соединяю. И снова делаю эту же процедуру. Опять ужимаю аккуратненько и вытягиваю. Здесь вы можете ужимать и вытягивать столько раз, сколько вы хотите. Соединяя получившиеся половинки. Кому-то нравятся полосочки, прожилочки более крупные, кому-то более мелкие. Ну и тоже в зависимости от того, какой цветок вы делаете, вам иногда понадобятся крупные, иногда мелкие прожилки. Поэтому здесь никаких канонов тоже нет. Главное все делать аккуратно и неспешно. Если руки у вас сильно пачкаются, не забывайте их протирать, чтобы не запачкать остальные кусочки глины. Хотя в принципе, если вы даже верхнюю часть сейчас запачкаете, когда вы будете нарезать на срезы, этого совершенно не будет видно. И еще раз я, пожалуй, разрежу. Вот так вот. И посмотрите, у меня получаются вот такие вот прожилки. Как будто бы такая синяя травка и такое бежевое небо. Ну или наоборот. Вот такая вот травка и голубое небо. Поэтому струсть получается тоже такая двухсторонняя. И как в предыдущем случае с розовой тростью, вернее с маджентовой тростью, я опять ужимаю сначала на необходимую мне величину эту трость. И теперь для того, чтобы придать ей округлый вид, потому что у нас все-таки лепестки не квадратные, а круглые, я защипываю часть бежевого и часть голубого. И тихонечко подвожу эти стороны друг к дружке. То есть вот так вот защипала. И с бежевой стороны тоже. Почему сразу не закатываю в круг? Потому что если вы закатаете, то рисунок может слегка перемешаться. А нам этого не надо. Мы хотим, чтобы у нас было четкое разделение по границам бежевого и голубого. И поэтому я сначала вот так вот ужимаю с двух сторон, а затем уже вытягиваю слегка. Уже получается вот окружность. И цилиндр полученный вытягиваю ручками до необходимой мне величины. Естественно, у тростей вам придется срезать окончание. Это естественность, от этого никуда не деться. Поэтому я обычно всегда, чтобы не срезать изначально окончание, разрезаю пополам трость. И потом начинаю всегда резать от половинок лепестки. И там уже, если на конце сколько-то остается, я уже использую в остатке. Вот такая вот трость у меня получилась. С таким вот полосатым рисунком. Если вы меньше раскладывали, то рисунок у вас будет крупнее. Если вы больше расложите, то рисунок будет еще мельче. Вот такой вот тоже интересный способ складывания трости. Следующий способ покажу вам. И для него я возьму несколько цветов. На этот раз я возьму 4 цвета. Это белый смешанный с полупрозрачным. Дальше вот такой вот яркий флуоресцентный желтый. Небольшой кусочек зеленого, потому что я уже сказала, что более яркие цвета, они глушат более нежные. И возьму еще розовый цвет вот с этой стороны. Представляю все цвета рядышком, для того, чтобы получить вот такой вот пласт. И опять же делаем переход цвета. Переход цвета можно делать вручную или на паста-машинке. Я делаю на паста-машинке и покажу вам уже окончательный результат. Ну и как в предыдущих случаях, я сразу сделала длинную ленту. Теперь я ее скатываю. Хочу, чтобы у меня внутри был зеленый, а сверху розовый. Поэтому скатываю, начиная с зеленого края, хорошенько утрамбовываю самое начало и начинаю закатывать ленточку в цилиндр. Смотрим, чтобы она примерно по ширине была одинаковая. Получилось в таких цветах, как цветок ранюнкулус есть. Сначала зеленый, потом нежно-зеленый, потом желтый, белый и красный. Прям уже цветочек такой. Так что вот, иногда даже не подумаешь, а вот такой вот получается. Чуть-чуть я опять его сплющиваю, чтобы он был пониже. И теперь нарезаю наш блок на 8 частей. Разрезаю по центру. Когда вы режете, лучше, конечно, не на стекле резать. Лучше всего взять вот маленький кусочек бумаги, допустим, установить на нее. К бумаге не так сильно прилипает пластика, но в то же время можно поворачивать на небольшом кусочке бумаги нашу трость, как нам это нужно. Если вы чувствуете, что у вас глина слишком мягкая, то либо просто положите ее, пусть она полежит, минут 10-20, остынет от ваших ручек, либо положите ее в холодильник или в морозилку, буквально 5 минут, и у вас прекрасная трость. Вот я разрезала на 8 частей. Так вот, разберу их, чтобы видно было, что их 8. И теперь складываем трость следующим образом. Беру один треугольник. Следующий треугольник я устанавливаю в таком положении. Так. Так. И остальные выстраиваю по такому же принципу. Вот что у меня получилось. И теперь начинаем ужимать нашу будущую трость. Так. И опять же, главное при ужатии, это не торопиться. Аккуратненько прижимаем и вытягиваем. Старайтесь сразу, чтобы вся наша колбаска по ширине была одинаковой. То есть, не было такого, что в серединке у вас тоньше, по бокам толще. Поэтому, формируя вообще трости, делайте их не слишком длинные. С ними удобнее работать. Лучше потом еще скатать и добавить, чем сразу сделать такую длинную трость и работать с ней. С маленькими вот такими кусочками, которых хватит буквально на несколько цветов, я думаю, что работать намного удобнее. Даже если вы делаете в больших количествах украшения и прочее, то ничего страшного. Я считаю, что лучше сделать много и можно разных. Во-первых, даже если вы возьмете те же самые цвета, вы никогда не повторите точно такой же рисунок. У вас все равно он будет чем-то отличаться. И полученную трость я опять разрезаю пополам. Вот такие вот у меня кусочки получились. И теперь я должна их составить. Я вот так вот переворачиваю, чтобы они у меня не пересекались. На концах тут немножечко смазалось, но ничего страшного. Это нормальное явление. И теперь я ужимаю нашу колбаску. И покажу вам уже сейчас окончательный рисунок. Чуть-чуть еще ужму. И теперь, чтобы она не была квадратная, опять с розовых концов я слегка ее подтягиваю к серединке, то бишь к верху с обоих сторон. Цвета вы можете выбирать любые. Если у вас есть проблемы с палитрами, то думаю, что в Гугле и в Яндексе столько всяких сочетаний есть, что вы можете просто ввести, допустим, как сочетаются, допустим, оранжевый и синий цвет, или там желтый, фиолетовый. Если вы сомневаетесь, то можете найти такие палитры в качестве подсказок. И будет очень даже здорово. Вы увидите, как цвета можно сочетать, какие оттенки сочетаются, и уже точно не ошибетесь. Опять ужимаю. И как только я ужала до необходимой мне длины, я беру лезвие и разрезаю пополам. У нас получается вот такой вот невообразимый рисуночек. Смотрите, очень интересный. Он даже подойдет не только к лепесткам, но и к листикам. Опять же, если чуть-чуть буквально так вот защипнуть с двух концов, вот такой вот очень оригинальный кейн выходит. Вот такой вот у нас получился кейн. Следующий кейн будет из разряда быстрокейна. Этого кейна я взяла вот такой фиолетовый и чуть меньше в количестве желтый цвет. Я расплющиваю их в такие прямоугольнички. Делаю это сразу пальчиками. Можно даже не использовать ни скалочки, ничего. И второй кусочек, он поменьше, но я его делаю такой же примерно ширины и длины. По высоте он может быть тоньше, может быть толще. То есть тут уже не важно. Мы складываем их вот таким бутербродом. Хорошенько прижимаем. И теперь нам понадобится лезвие. Только я возьму на этот раз лезвие более жесткое. И мне понадобится его тупая часть. Я устанавливаю его и вот так вот тупой частью прорезаю прямо до окончания. До моей поверхности прорезаю. Прорезала. Сложила. Чуть-чуть подровняла. И теперь еще раз прорезаю. Уже можно в других местах. Точно так же жестко нажимаю до прямо основания. Не бойтесь, ничего не случится. И вот что у меня выходит. Такой вот изрезанный блок. Я его опять ужимаю слегка. Подравниваю. И теперь формируем сразу трость. Такая быстрая трость. Но тоже рисунок получится интересный. Судя по расцветке, он у меня будет чем-то напоминать даже Анютины глазки. Так. Сложили. И разрезаем пополам. Ну, здесь-то у меня не очень, может быть, сильно видно. Но видно, что вот здесь получился такой краешек неровный. Если же вас немножко не устраивает такой результат, то вы можете снова сложить эти два блока. Прижать их. Вот так вот. Как это делаю сейчас я. То есть я хочу, чтобы прожилки были глубже. Опять вот такую вот трость формируем. И снова беру жесткое лезвие и прямо вдавливаю глину. Не бойтесь, оно перемешается. Чем хороша эта трость, то когда вы ее разрежете, видите, что у вас, допустим, рисунок недостаточно прорезался, вы можете его еще раз порезать, еще раз порезать. Если хотите, можете использовать даже какой-то более жесткий инструмент. Вот, допустим, такое вот лезвие. Так вот его можно продавить. Ну и думаю, что хватит теперь уже точно. Слегка формируем трость, округлую сначала. И немножечко ее подкатаем. Вот таким образом. Разрезаем. И вот теперь мы видим такой яркий, четкий рисунок. Если его вот чуть-чуть вот так вот защипнуть с одной стороны, то получится просто обалденный лепесток такой. Смотрите. Вот такой рисуночек. Такой быстрый, быстрый кейм. Он получается тоже очень интересно. Хотя я его зажала не так, как у анютиных глазок. Можно было зажать желтую сторону. Я решила, что у меня пусть будет флоресцентный цвет, желтый сверху. Вот такие вот лепесточки получаются. Ну и сейчас я покажу трость, которую многие хотели увидеть. Это трость павлинчик, которая составляется на основании только что показанных варьих тростей. Для создания трости павлинчик мне понадобится зеленый, желтый, красный, синий, белый и коричневый цвет. Я взяла молочный, чуть-чуть бронзового и чуточку коричневого на кончик. Вот в такой последовательности я буду складывать сейчас эти цвета. Разминаю их хорошенько пальчиками и соединяю друг с другом. Трость будет выполняться наподобие второй трости, что я вам сегодня показала. И складываем вот в такие прямоугольнички. Хорошо их соединяем между собой. Точно так же я сейчас расплющиваю и прикладываю остальные. Соединяю все пласты, слегка прикатываю их скалкой, для того, чтобы поместить их в паста-машинку. Можно, конечно, этот переход цвета сделать вручную, складывая его много-много раз. Но я думаю, что в паста-машинке это будет, естественно, быстрее. И вот этот пласт, я его немножечко еще вот так вот пальчиками вытяну. Я сейчас отправляю в паста-машинку, делаю переход цвета. Вот такой переход цвета у нас вышел. Как вы видите, красный при смешании с желтым дал оранжеватый цвет. Синий с красным, такой слегка фиолетовый. Голубой, естественно, это за счет белого. И коричневый перешел в бежевый. Теперь я складываю наш пласт в полоску. Аккуратненько. Так вот загибаем. Стараемся попадать на эти же цвета. Так, смотрим, чтобы полоска была примерно одинаковая по ширине. И теперь вытягиваем ее в длину, либо раскатывая скалочкой, либо опять же пропуская через паста-машинку. Мы сделали вот такую длинную радужную полосочку. И теперь нам необходимо ее скрутить. Но я предлагаю не просто скручивать, а складывать гармошкой. Как я это буду делать? Вот таким образом наметив, я начинаю складывать нашу полосу гармошкой. Это тоже один из вариантов. Можно было воспользоваться вторым методом. Я решила немножечко сделать по-другому. И складываем вот такую полоску. Опять же, не торопимся. Смотрим, чтобы по ширине она была примерно одинаковая. И получается вот такая вот радужная полоса. Вот что вышло. И теперь нам необходимо ее ужать. Я ее ужимаю. Сначала вот таким вот образом, чтобы она у нас в длину расходилась. Теперь слегка вот эти вот цвета, где коричневый и голубой, я как бы немножечко их сюда вот натягиваю на зеленый. И вытягиваю, вытягиваю, вытягиваю. Да, получился достаточно длинный уже пласт. Можно немножечко помочь себе скалочкой утянуть. То есть, принцип получается, как и у второй трости, но немножечко по-другому. Рисунок будет чем-то похож как раз на нее. Ну и частично, можно сказать, еще и в первой трости здесь у нас приемы взяты. Вытягиваю. Теперь неровные кончики можно обрезать. Вот такие вот, смотрите, уже видно, что получается. И теперь нашу полоску мы по линеечке делим на несколько частей и складываем. Вот у меня 10 сантиметров, я делю по два. Полученные кусочки складываем. Вот что выходит. И немножко ужимаем. Опять вытягиваем. И я разрежу этот блок еще пополам. Вы же можете либо его доставить с таким же крупным рисунком, либо сделать еще более мелкий, разрезать два, три, четыре раза. Потому что, опять же, повторюсь, что никаких канонов тут нет. Вы уже сами решаете. Останавливаетесь на том этапе, когда вас уже рисунок полностью устраивает. Так, и я разрезаю пополам. Нашу красоту. Так, лезвие я возьму тонкое. Потому что оно дает более четкие срезы. И вот что у меня получилось. Складываю. И вытягиваю. Все. Теперь осталось только сформировать цилиндрик. Цилиндр я опять формирую так, что вот сначала коричневую часть немножечко сюда вот так вот подвожу. Теперь зеленую часть. Чтобы у меня вот рисунок был вот такой вот. И вытягиваю аккуратно. Получается вот такой цилиндр. Разрежем его пополам. И посмотрите, что у меня получается. Вот такой вот рисунок. Как видели, у меня есть цветы, которые называются павлинчики. Я его в презентацию в конце видео включу. Как раз сделано из вот таких вот лепестков. Каким же это сделано образом? То есть я беру зеленую часть вот так вот защипываю. Отрезаю. И формирую лепесток. Сейчас я вам даже это покажу. Этот прием. Для того, чтобы вы видели, что все ваши трости, когда вы их формируете, уже в лепестки. И когда вы растягиваете каждый лепесточек, рисунок, он тоже растягивается. Вот посмотрите. Если я его возьму и просто хотя бы пальчиком вот так вот растяну. Даже уже не придавая еще форму, допустим, лодочке. То весь рисунок, он прям вот даже вот не павлинчик, можно сказать, воздушный шар. Вообще. Если честно, такое сочетание цветов у меня было в первый раз совершенно спонтанно. А коричневый цвет это вообще какие-то остатки были непонятные. Но они почему-то стали коричневыми. То есть вот такой вот лепесточек у меня получился. И вот что у меня выходит из такой вот трости. Если трость перевернуть, то у вас опять будет эта зеленая часть, а внутри будет более такая вот необычная. Давайте я еще отрежу с другой трости лепесток и тоже покажу, что же у нас получается. То есть все такое волшебство происходит уже на этапе, когда вы начинаете растягивать лепесточек. Поэтому на трости, возможно, не так сильно это все видно. Но когда вы растянете лепесточек, придадите ему форму лодочки, он становится просто вообще нереально красивым, интересным. То есть вот смотрите, какой лепесток получился. Тоже весьма оригинально. Дальше из нашей бежево-голубой трости. Ну давайте защипнем, допустим, с бежевой стороны и отрежем лепесточек. И опять же я его расплющиваю и растягиваю. Все волшебство заключается в том, чтобы его растянуть. Все прожилки, они прямо вот как бы расширяются, их становится очень хорошо видно. Так. Вот смотрите. Вот такой лепесточек. Из следующей нашей трости, самой первой, отрезаем кусочек. Так, пальчики немножко протру, чтобы не было голубого цвета. И опять же, вот так вот пальчиками расширяем. Мало того, что здесь использована полупрозрачная глина, лепесток будет такой, он как бы будет светиться на свету. Но еще и вот эти прожилки, получаются просто чудесные лепестки. Немножечко расширяем. Вот смотрите. Не вижу. Будет, не будет видно у вас, что это прозрачное. Но на самом деле он действительно прямо прозрачный, он просвечивает. В общем, вот такой лепесточек с такими прожилочками. И из нашей быстро трости я отрезаю лепесток и показываю вам результат. Тоже аккуратненько я стараюсь формировать так, чтобы у меня кончик был остренький, а верхушечка лепестка была растянутой. Вот такой лепесточек у меня получился. Вот смотрите. Тоже очень оригинальный рисунок, вообще неповторимый в этой трости. И вот такие вот лепестки мы можем получить, зная основные приемы, которые я вам сегодня показала для создания различных тростей. Надеюсь, что данный урок будет вам полезен. Всем большое спасибо за просмотр. Всего всем доброго и пока! Субтитры сделал DimaTorzok